Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами немножечко поработаем с 1S ERP одной из последних версий. Посмотрим небольшой пример так называемой параметрической спецификации. У нас с вами все тот же наш ключу любимый T90, но вы видите тут какие-то странные строчки, указывается свойство продукции и вместо конкретного количества ресурсной спецификации у нас написано по формуле. Что же это значит? Прежде всего давайте с вами понимать, что у нас бывают вычисляемые параметры, когда совершенно неизвестно, например, какой это конкретно будет параметр. Конечно есть варианты повесить то, что мы сейчас рассмотрим и на характеристики, в зависимости от характеристики меняя параметры, но мы посмотрим, как всегда, самый простой вариант. На самом деле у нас могут быть различные варианты выпуска, например, у нас танк компонуется динамической броней, а может ей, собственно, и не компоноваться, к примеру. Или, например, в зависимости от того, что есть динамическая броня, у нас может появиться следующее свойство, например, размер навесного бака, который увеличивается, к примеру. Давайте посмотрим, то есть у нас указывается свойство броня и по формуле. Давайте зайдем номенклатуру. Посмотрим, где мы это указали в самой номенклатуре. Прежде всего, у нас есть отдельный вид номенклатуры. Ничего такого, опять же, уникального здесь нет. Мы с вами использовали дополнительные реквизиты. Вот броня навесная. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот сейчас у нас тут есть заведенный доп. реквизит, просто синий-красный-зеленый цвет танка. Вот броня навесная – это ссылочка на конкретную номенклатуру. То есть это поле ссылочного типа, а цвет танка – это просто строка. Это очень важно, потому что мы с вами сейчас заходим в ресурсную спецификацию, нажимаем «Автовыбор материала». Да, у нас она находится в статусе «Действует». Поставим в «Разработки». Нажимаем «Автовыбор материала». У нас имеются следующие свойства. Цвет краски, который я ранее создавал для экспериментов. Обратите, пожалуйста, внимание. Сейчас мы вернемся в номенклатуру. Внутрь. Это не цвет краски, это цвет танка. Цвета танка здесь нет. Автоподбор нам предлагается либо указать спецификацию, либо уточнить при производстве, либо использовать тот, который имеет характеристики продукции. То есть использовать здесь броню. Что такое расчет по формуле? Это куда интереснее, потому что, видите, у нас здесь есть список свойств. Среди них есть уже и цвет танка. Конкретное значение надо выбрать. И у нас есть здесь формула. Ну, видите, формула сложная. Вплоть до тригонометрических функций можно использовать. Пока сохраним настройку. И сейчас с вами сходим в этап производства, который я завел ранее, и заполним. Убедимся, что я тут не руками это все делал. Ну, видите, выходные изделия у нас один, один умножить на пять, получается пять. Давайте усложним задачку, попробуем. Почему бы и нет. Рисурсная спецификация в разработке снова ставим. Давайте добавим. У нас тут с вами есть, на самом деле, краска. Давайте добавим черную краску. И расчет будет по формуле. Формула будет следующая. Исходя из цвета танка. Значение. Черный. Вести формулу. То есть это будет выходное изделие. Можно так, можно оператора отсюда взять, как вам будет удобнее. Выходное изделие. Но у нас с вами ранее, видите, да, то есть материалы работы. Вот строчки. Проблема. Проблема какая? Проблема заключается в том, что неизвестно, что это. То есть неизвестно, что эти строчки значат в этой формуле. Я предполагаю, что все-таки это броня. То есть основное изделие, количество у нас, выходное изделие у нас количество один. Один на пять. И я с вашего разрешения умножу еще на два. Для чего? Для того, чтобы провести эксперимент. Потому что если я ошибся, и это не она, то там у нас только есть единички. Один на один и на два даст двойку. Если мы увидим 10, то я был прав. Еще к тому же, обратите внимание, цвет танка должен быть в значении черный. Возвращаемся в этап. Всполняем по спецификации. Вопрос. Почему ничего не изменилось? Где краска? То есть мы с вами предполагали двойку. Мы с вами предполагали десятку. Но мы с вами никак не предполагали, что вообще ничего не произойдет. Идем сейчас в наш любимый танк. Идем в танк. Дополнительные реквизиты. Цвет танка синий. Отказано. Ставим черный. Во всякий случай убеждаемся, что мы находимся в здравом уме. Черный. Возвращаемся в этап. Просим перезаполнить по спецификации. 10. То есть я вас не обманул. 1 умножить на 5 умножить на 2. Дало 10. Вы можете мне сказать. А зачем нам такая история? Ведь мы можем руками все это проставить. Вот здесь. Например. Мы просто внесем спецификацию вашу. И броню, и краску. Зачем нам нужна вся эта морока? А что нам делать, если мы точно не знаем, сколько к одному? Если у нас пропорция. У нас нет конкретного значения. Но тогда надо использовать указания по формуле. Если мы точно не знаем, что мы будем использовать. Надо указать параметр. То есть если я сейчас схожу в номенклатуру и ее изменю. То у нас появится возможность производить синюю. Я бы хотел обратить ваше внимание. На некорректное использование очень часто справочника вид номенклатуры. Вот у нас сейчас с вами есть танк Т-90. Вид номенклатуры у него вернее танка. Нам ничего не мешает на самом деле поправить наименование вида номенклатуры. Назвать тяжелый танк. В этом виде номенклатуры завести еще танков 50. Например. И в таком случае у нас будет общее назначение именно по этим танкам по цвету. Например. То есть мы можем задать политику по краске. Допустим количество выходных изделий умножить на 5. Ну. Предразумевается что 5 банок краски 5 штук. И тогда система будет смотреть. А какое у нас значение в карточке. В данный момент. Потому что вот у этого черный. А в другой карточке. То есть у нас может быть. Например. Т-72. И у него будет синий. И вот. При такой настройке. Система сама догадается. Точнее. Благодаря алгоритму это произойдет. Что у него будет. Синий. Синяя краска. И согласно тому что мы укажем. В формуле. Умноженное. На. 5. Да. 5 банок. Ну и виртуальное наше умножение на 2. Да. На самом деле. Действительно. Можно в каждой карточке номенклатуры. Руками все это указывать. Но когда у вас. Значение. Какого-то параметра. В ячейке. Количество. Зависит от 20 разных значений. Которые у вас есть. В данной конкретной номенклатуре. Привязано к виду номенклатуры. Я рекомендую использовать вот этот механизм. Это именно расчетный механизм. Что касается автовыбора материала. Да. Не столь часто используется. То есть. Если расчетный механизм очень удобен. То автовыбор материала. Ну можно использовать. Чаще всего там. В характеристиках. Чтобы не указывать. Для каждой характеристики. Отдельную спецификацию. В которой мы будем указывать. Какой вот цвет взять. Если вы хотите. Например. Завести отдельные характеристики. Для танка. Что он. Красный. Желтый. Зеленый. В общем. Вот такая история. С параметрическими. Спецификациями. И. Расчетом. Затрат на. Производство. Тех. Материалов. Которые. Нельзя. Точно. Указать. Как какое-то. Абсолютное. Значение. Тех. Материалов. Чья. Потребность. Носят. Относительный. Характер. Развязан. Чаще всего. Более. Чем на один. Другой. Материал. Да. То есть. На некое. Соотношение. Либо. Материалов. Либо. Параметров. Мы с вами. Видели. Что еще. Отмечу. Вот. Черная. Краска. Здесь. Один. То есть. Условия. Использования. Здесь. Один. Здесь. Нет. Возможности. Сказать. Что. Если. Цвет. Танка. Такой. То есть. Пользовать. Именно это. Условия. Будем. Надеяться. Что. В дальнейшем. Этот. Функционал. Будет развиваться. А пока. За внимание. До свидания. Сохраняем. А. Продолжение следует...